Что нужно жителям города Хабаровска? Нужно жителям города тепло в доме, хорошие дороги и такое руководство городом, которое обеспечит два первых направления. Аполлинар Иванович дело говорит. На очередной коллегии при мэре Хабаровска заведующий кафедры ТОГУ предлагает с помощью новых технологий увеличить долговечность дорог. Над задачей бьются великие умы города. Первые шаги сделаны, испытано новая технология холодного асфальта. Вы представляете, когда возникла вот эта проблема использования холодного асфальтобетона, сотрудники нашей кафедры в течение нескольких дней приготовили тонну холодного асфальтобетона, тонну в лаборатории и уложили при температуре до минус 30 градусов. Можете представить, какая адская работа была проведена, которую нужно достойно, конечно, использовать. Достойно использовать технологию будут. Тем более места, а точнее ям для холодного асфальта на Хабаровских дорогах хватает. О магистралях на заседании говорили много и по делу. Олег Гро поведал собранию о трассах, которым предстоит ремонт. Еще будут построены следующие объекты. Это продолжение капитального ремонта улицы Краснореженской, приведение в нормативное состояние улицы Тихоокеанской, строительство транспортных развязок на улице Большая Воронежское шоссе и развязки на Воронежском шоссе в продолжении улицы Даниловского. Капитальный ремонт Амурского бульвара, Декопольцево, Дальневосточная академия физической культуры. Также на заседании при мэре обсудили проблему нехватки средств на починку дорог. По-прежнему большую часть от транспортного налога получает не город, а край. Хотя львиную долю пошлины платят жители дальневосточной столицы, а не другие населенные пункты. Когда город собирает транспортного налога 900 миллионов или 860, а ему остается 10%, надо доносить до людей, что происходит. За справедливое распределение средств Станислав Манько, Павел Игошин, Денис Лесников. Программа «Настоящее время».